добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на ческами с вами снова говорит гроссмистр алексей ермалинский и сегодня разговор пойдет о проходящем в москве традиционном 18 по счету турнире аэрофлот open у меня есть кое-какие воспоминания один раз я участвовал уже очень много лет назад 15 лет назад замечательные были впечатления надеюсь может быть в качестве ветерана приехать конечно же в главную группу мне не попасть но с удовольствием сыграл бы в турнире б разговор конечно пойдет сегодня главном турнире и давайте посмотрим на турнирную таблицу после пяти туров ну небольшой калаш что-то у меня получился фотографии гостиницы космос где турнир всегда проходит лидер турнира офф мамедов ну и справа там группа ответственных товарищей организаторов турнира как я понимаю ну что у нас здесь происходит моментов на первом месте четыре с половиной из пяти результат значительный довольно осталось то всего четыре партии ну единственное что немножко может рауфу попортить то что он сыграл три партии белыми то есть у него скорее всего получится поскольку он лидирует турнир и будет менять цвет получится 5 белых и 4 черных а это с одной стороны хорошо вроде бы больше шансов набрать больше очков но в то же самое время при дележе можно уступить тому у кого было только четыре белых я не совсем согласен вообще с этой системой мне кажется ну вообще любая система вот вот этого тайбрейка которая ну скажем перед последней партии заранее известно что будет она как-то мне кажется неправильно но дает возможность шахматистам строить стратегию на основании того что они уже знают ну с другой стороны в общем то не существует такой системы которая всех бы удовлетворила чтобы определить победителя победителя определять надо традиционно победитель аэрофлота не только получает там большие деньги не знаю может деньги делятся в случае дележа но главное что он отправляется на турнир в дортмунд ну давайте посмотрим партии хотелось бы сейчас я быстренько буквально буквально одну секунду и буду готов вам показать партию которую рауф сегодня выиграл вот и его противника был неизвестными шахматиста собра собраняем язык сломать можно барат ну в общем-то рауф не виноват конечно конечно мог противник быть бы посильнее когда три с половиной из четырех но как говорится что же играть надо и началась партия так переходом в ц3 вариант ц3 сицилианский вообще рауф у которого много было проблем последнее время он очень много потерял рейтинга вывалился далеко из семисотников теперь у него рейтинг ну скажем так всего лишь 2643 это конечно для него маловато но вот в этом турнире играет в своем стиле легко ставит противником проблемы вроде бы дебют непритязательный но коня 3 ну конечно все это давно известно вот б4 ну вот наверное критическая позиция возникает здесь белое хорошо маневрирует конем на самом деле то что они вызвали ход черного короля на е7 белом потом очень поможет потому что очевидно что они играют б5 и дают шах слоном с а3 в общем мне кажется в этой ситуации черным лучше всего проявить активность ну слона немножко жалко на б6 но все-таки этот конь белых столько уже скакал наверное белому так сразу отдавать не хочется поэтому можно было пойти в этом положении коней 4 дальше я посмотрел какой-то вариант вот такой вот тоже шах дается но теперь по крайней мере король черных не должен идти назад может выйти вперед и если белые сыграют ну скажем так разумеется на c3 бить нельзя будет связка ну после конца 5 можно двинуться вперед я думаю что у черных больше здесь перспектив по сравнению с тем что получилось в партии в общем ситуация такая что белым тоже нужно быть осторожными поскольку у черных ну совершенно очевидный план пойти слон е6 потом у него не могут коня вернуть в игру а может быть слонов разменять через поле c4 ну трудно сказать в общем что здесь происходит но в партии было сыграно более так стандартно слон c7 и здесь рауф естественно пошел вперед дал этот шаг и все-таки получил преимущество двух слонов которые в данной ситуации имеют мне кажется большее значение поскольку у черных затруднения с развитием ну b6 наверное было сыграно правильно владея c8 какая-то партия была черные ходили владея d8 много лет назад ну я не знаю насколько это имеет большое значение все равно вот можно так сыграть c4 роли большой не играет ну черные перевели коня на c5 вроде бы стабилизировали ситуацию но на самом деле не уравняли на самом деле не удалось уравнять просто так здесь не удается все равно остаются трудности поскольку конь на а5 конь на а5 был бы неплохой фигурой если можно было бы забрать на c4 но вот как-то не получается вот так что решили решили черные вернуть этого коня в игру по крайней мере давая защиту еще коню на c5 ну кажется вот вот собственно говоря что здесь белые могут сделать может быть сейчас последует размен всех владеи вообще у черных просто будет все нормально ведь пешечное преимущество белых на ферзевом фланге обесценено последовал очень сильный ход выяснилось что слабость то есть это пешка на а7 вот такой вот перевод очень сильно было сыграно и теперь черные опять немного завязли потому что ну просто трудно найти активный ход постепенно рауф подготавливает перевод коня глубокий достаточно даже использовал угловую клетку на а1 вот вышел сюда ну теперь разумеется если белые смогут просто взять на c5 то у них намного улучшится пешечная структура и преимущество будет очевидным но структура улучшилась все равно пешка перешла с а2 на b3 с пешкой c теперь больше проблем нет и ну что теперь делать компьютеры рекомендовали пойти конем на f5 ну вроде бы неплохо но вот здесь не уверен я как то есть если взять владеи то белые конечно пойдут вперед с идеей задвинуть пешку на c6 что безусволно допускать нельзя ну или пойти там владея a6 и напасть на пешку b в общем трудности остается а если взять королевым чтобы придерживать немножко пешку c тогда у белых очень неприятный вот такой ход есть ну наверное единственный ход чтобы не потерять пешку h это g6 но здесь возникают новые проблемы белые все равно могут пойти c5 потому что потом они будут бить на f6 у белых ведь будет темп после после c5 взятие будет вот такой темп свона 5 очень важный потом пешка f6 рухнет то есть ну в общем борьба за ничью предстоит черным очень и очень тяжело значит барат здесь попробовал пойти e4 но этот ход не дает все таки контр игры значительный поскольку белые не обязаны реагировать очень аккуратно было сыграно владея возвращается размен ну вот теперь все таки c5 ну наверное в этой позиции другого выбора не было нужно было бить и играть естественно слон d5 ну идея в том что как-то забрать на b3 потом вернуться слоном и пытаться удержать белую пешку b конкретно может быть не получается есть вот такой сильный план за белых дать этот шаг это очень важно если король идет на e5 тогда после взятия конь попадает под связку и уже мне кажется черные вообще не успевают вернуться поскольку в этой ситуации жертва пешки угрожая выигрышем фигуры и также угрожая ходом слон b5 который атакует владею вытесняет ее и белые выигрывают ну вариант может быть не обязательный может быть черными как-то можно его усилить но он хорошо иллюстрирует трудности которые в этот момент барат испытывал он пошел слон d5 но теперь получилось что у него перспектив-то маловато конечно но может быть надеялся как-то удержаться здесь защитился от хода ладья до 7 шаг но непонятно что делать может быть даже цукс фланг какой-то не так ясно вообще куда играть пешки королевского фланга он видит боялся очевидно создавая себе слабость на f6 попробовал такой ход но после взятия просчитался наверное необходимо было все-таки все-таки атаковать вот эту пешку она более опасная она более удаленная если белые играют вперед ну тогда что у нас здесь получается надо c7 ходить могут здесь черные как-то удержаться да вообще-то сомневаюсь ведь ладья до 8 шаг грозит да наверное это тоже не проходило c5 все-таки очень сильный ход ну что придется ходить назад но теперь я не знаю после после сломб c6 следующий ход какой делать ладья до 8 шаг мне кажется уже остановить просто невозможно ну ладно давайте досмотрим что было в партии в общем финиш удался откровенно говоря рауфу как и вся партия прекрасно он пошел слон опять и выясняется что в ходу ладья до 8 защиты никакой нет пешка прошла ферезе очень уверенная победа и если так рауф будет продолжать играть то вопрос наверное о победителе будет снят возможно даже досрочно ну возвращаясь снова к таблицам что можно сказать о других участниках Мануэль Петросян на втором месте будет играть с Мамедовым в следующем туре потом большая группа преследователей где много есть знакомых нам имен вот Давид Поровян который недавно отпраздновал выдающийся успех в своей еще молодой карьере победив Гибралтаре Адибан конечно силен опытные бойцы Александров и Звягинцев кстати вот под девятым номером Алексея Сарана я прошу прощения если поставил ударение не там у своего тезки так вот он играет очень здорово в турнире очень убедительно но пока все таки не удается выиграть очень много партий 3,5 из 5 результат хороший но в общем нужно еще много и много работать Ренат Джумабаев скажу еще о рейтинг фаворите турнира Владиславе Артемьеве он старается из последних сил ну не знаю из последних изо всех сил так лучше сказать партии у него длятся очень долго он все время пытается выжать микроскопическое преимущество сегодня вроде бы у него была лишняя пешка но противник уперся и победить опять не удалось ну что делать в общем риск конечно для семисотника играть в таком турнире можно сказать кладбище рейтинга эти арафлоты турнира но нужно отдать должное Владиславу он борется может быть финиш получится его болельщики надеются ну а вам наверное я покажу еще одну партию которая была сыграна кстати сегодня в пятом туре хорошая очень очень интересная интересная партия и хорошая победа Санада Сугирова над своим тоже неизвестным мне противником начну пожалуй с этого момента поскольку время у нас как обычно маловато ну вот белые вроде бы пытаются что-то создать на ферзевом фланге надвигаются но структура у них конечно не бог ведь что с отставой пешки на Д3 последний ход черных атаковал ферзиан и поскольку ходить сюда наверное не хотелось там скорее всего есть возможности какие-то конь Б4 можно же пешку на Д3 взять несмотря на связку она может быть может быть съедобна эта пешка кто его знает там проверять нужно тактики очень много в этой позиции но сыгран было ферзиан вроде бы с идеей не давать черным темпом но здесь последовал совершенно блестящий ход пусть он партию не выигрывает если анализировать все до конца но тем не менее шок для противника это очень важный фактор в борьбе за доской но бить пришлось конечно иначе взятие на Б2 с последующим Е4 здесь взял на Д1 выясняется что у белых проблемы с защитой первого ряда но вот здесь если просто взять то конечно слон H3 и особенно разговаривать то не о чем очевидно что защита с конь Д2 она ненадолго поскольку на этого коня черные могут напасть воде поэтому правильно было сыграно белыми кунь бьет С7 здесь шикарный ход Е4 но если вам показалось что недостаточно висело фигур на доске то вот после этого хода их еще больше висит где брать что делать запутаться очень легко ну правильно было сыграно взял ту ладью теперь белые берут коня убирая защитника от ладьи Е1 Санан Сугиров вообще в тактике всегда был очень силен мы помним его замечательные победы но вот здесь он в общем в своей стихии наверное все же если бы здесь было бы вот так вот сыграно но я думаю что что слон бьет С4 что слон H3 это одинаково можно прихватить пешку по дороге у белых все-таки есть такой ход он удивительным образом фигуру не теряет поскольку у черных тоже висит слон на С4 когда они берут здесь можно сыграть слон бьет G7 и белые фигуры вернутся без всяких проблем пока черные уведут слона материал на доске равный слоны разноцветные ну в общем партия закончится в ничью слон C3 другой ход который был сделан Пураником это ошибка и здесь у черных был замечательный совершенно ресурс выигрывающий ход конь D4 ну главная идея конечно пойти конь 2 шах и если взять целого ферзя то получается вот такая вот печальная история слон бьет C4 ну вот это да ну очевидно что угроза просто отскочить отскочить конем с шахом и потом потом замотовать слон бьет F3 не помогает естественно поскольку конь найдет правильное поле чтобы отнять клетку G2 у белого короля и все равно получается мат ну в общем наверное это все выигрывало я не вижу никакой защиты здесь FB4 естественно не работает можно можно в этой ситуации наверное просто пойти слон C3 тоже мат кругом кругом маты деться некуда в общем конь D4 скорее всего выигрывало поскольку в ответ на слонов F1 у черных очень сильный ход конь C2 ну вот опять же возьмете на D1 наверное другого другого хода не будет но потом две угрозы ведь слон H3 или Ферзя забрать защититься просто не получится бить в этом варианте на G7 ну наверное просто так можно сыграть опять же угрожая взять на F1 и потом ладья D1 мат то есть это опять двойная угроза а бить здесь ну материала недостаточно в общем у черных было выграно после конь D4 Санан ошибся он пошел ладья D3 и это давало белым возможность спасти партию поскольку здесь ну то же самое все Ферзя 1 у него есть защитительный ресурс против ходов слоном на C4 или на H3 а когда этого слона взяли то все таки у белых была передышка который правда возможно находившийся в цветной типу ранник воспользоваться не смог разумеется бить слона он не мог поскольку после конь D4 возникает знакомый нам вариант с этим страшным ходом конь E2 тут деваться некуда надо было двигать пешку H не знаю я думал сначала на H3 ее двинуть но там начались какие-то сумасшедшие варианты я вам хочу показать я пытался черным играть на выигрыш конечно король G8 можно было сделать ничью здесь есть C6 ой не знаю в общем черные конечно угрожают матом взять на F2 на G3 и потом в ладья G2 мат но у белых контрыграют тут я совершенно запутался я уже совершенно не знаю что здесь происходит белые могут и второго ферзя попробовать провести но правда в этом случае они получат мат мне кажется поскольку удивительным образом эти два ферзя ничего не могут создать против короля черных ну какая-то фантасмагория в общем но я понял что вот этот G5 это ключевой ресурс тогда я переключился на ход H4 в своих анализах ну мне то что мне легко я дома сижу можно один ход отставить другой посмотреть часы не тикают ну здесь да тут действительно уже на H6 ходить нельзя и черные вынуждены повторять повторять ходы вот такая была бы красивая ничья в партии было сыграно ферзем на B3 и здесь последовал не менее красивый выигрыш ну совершенно фантастика такое можно зевнуть в любой момент отдают отдают ладью кажется чем играть то осталось теперь шах ну в принципе белые сдались после ладя F1 и вот такой ход и ставится совершенно задачный мат конем на Е2 и слоном на G2 потом дело даже не в вилке на ферзя кому этот ферз нужен если вот так можно партию закончить ну в общем ради одной этой финальной позиции я решил эту партию показать поскольку ну удивительная просто тактика и надеюсь что вам понравилось а за турниром мы будем следить еще впереди 4 туры а когда он закончится я с вами еще раз поговорю спасибо за внимание с вами был гроссмейстер Алексей Ермолинский субтитры субтитры